Учиться, учиться и еще раз учиться. Не очень хорошее начало ролика, но ролик-то про Dark Souls и соус-лайк проекты, которые мы с вами очень любим. Чему нас может научить соус-лайк? Ведь он вызывает только депрессию, меланхолию, приятную грусть, горение, злость, ярость, агрессию, но образование? Образование ведь никак не входит в этот список, а может быть все гораздо интереснее, чем мы думаем. Задавая этот вопрос, большинство из нас, а скорее всего все, выделят для себя несколько основных уроков, которые мы получили за все время прохождения Dark Souls, Sekiro, Bloodborne и Elden Ring. Это дисциплина. Именно Dark Souls сделали меня такой, какая я есть. Именно они заставляли меня снова и снова вставать после каждого удара и каждой смерти. Я никогда не смогу сосчитать количество пройденных шагов, сделанных ударов и убитых мобов, а особенно боссов. Самый долгий бой длился с Фридой в дополнении картины Орианделя Dark Souls 3. Бой шел 20 минут и он был далеко не первым, далеко не десятым и даже не тридцатым. И ты никогда не сможешь объяснить, почему вместо того, чтобы удалить игру, ты вновь и вновь продолжаешь одни и те же действия, одни и те же удары, меняя кольцо или улучшая доспех, и ты не можешь остановиться. Будто бы все твое нутро против того, чтобы ты сдался. Будто бы ты станешь предателем для самого себя, если в эту секунду скажешь себе «Стоп, хватит, я больше так не могу». И да, ты не врешь себе, говоря эти слова, ты действительно больше не можешь и превозмогая это бессилие, ты на абсолютных рефлексах тащишь меч за спиной, уставший, обессиленный, пустой и безэмоциональный. Каждый раз снова и снова и ты будешь делать это, пока не победишь. И вдруг, неожиданно для себя, ты побеждаешь. И дойдя до следующего босса, ты уже заложил в себе новый паттерн поведения, при котором у тебя есть четкое понимание, что если не получится с первого раза, то получится с десятого. Ты побеждаешь и еще раз и еще и внезапно понимаешь, что такая модель переносится на реальную жизнь. Это случилось и со мной. После Dark Souls я поняла, что абсолютно любое дело можно попробовать и пробовать делать сколько угодно, пока не получится. Сколько бы попыток у тебя не ушло, ты все равно рано или поздно придешь к результату, который тебе так нужен. Я заметила это на своем контенте и особенно на обложках. Различия обложек, которые я делала раньше и теперь, это что-то невероятное, по крайней мере для меня. Я выпустила 186 роликов и этот стал 187. И я продолжаю их выпускать и выпускать, понимая, что рано или поздно я приду к тем цифрам, которые хочу. Даже те крошечные 10 тысяч, 20 тысяч и 40 тысяч просмотров. Их не было бы ни будь остальных роликов, а все это, как бы это смешно ни звучало, я поняла именно в Dark Souls. Я не отрицаю свои собственные генетические предрасположенности и боевой дух, однако паттерны поведения закрепились именно во время прохождения Souls Light. Я больше не могу позволить себе сказать, я не могу. У меня не получится, я не умею. Ведь я действительно могу. У меня правда получалось и я могу научиться. Мы не рождаемся с отточенными талантами или сверхспособностями. Любой наш труд и ремесло созревают со временем. И благодаря тому, что у нас есть дисциплина, мы можем добиваться намного больших результатов, чем те, кто родился с талантом и нежеланием что-либо делать. Ведь в таком случае талант так и останется семечком, которое зарастет травой. Ведь семечку не выжить без воды и земли. Оно будет брошено и вокруг него вырастут огромные кроны деревьев. А эта семечка, маленькая и такая одинокая, так и останется доживать свой век и со временем превратиться в пыль и раствориться среди прочих семечек. Так и не пустив свои первые листочки. Не только дисциплина станет вашим путником. К ней присоединится саморефлексия. И много, очень много философии, если вы тонкая натура. Dark Souls с его необъятным лором затрагивает сложно уловимые нотки вечности, историю мира и наш собственный непреодолимый страх смерти. Ощущаем ли мы его или нет, это не важно. Ведь когда приходит конец нашей жизни или жизни цивилизации, действительно ли это смерть? Или это всего лишь переход из одного вида существования в другой? В случае с Dark Souls мы переходим в новую эру. Хотя здесь скорее зависит от той концовки, которую вы выберете. Возможно, вы считаете, что эра тьмы это и есть смерть. А возможно, вы придете к выводу, что это всего лишь цикл и не более. Однако, такие ответы дадутся вам нелегко и это не такая уж и сказка или выдумка. Ведь в реальности мы не знаем, что будет дальше и к чему приведет наше существование на этой планете. И как только ты начинаешь переносить свои мысли на реальную жизнь, то Dark Souls у тебя перестанет ассоциироваться только с драками. Ты начнешь замечать нечто неуловимое и по-своему прекрасное. Эти медленно тянущиеся облака в Маджуле или неподвижность Солера, который не отрывает взгляда от солнца. Даже вода, напоминающая тягучую нефть, которая как бы символизирует, как тяжело сделать еще хоть один шаг вперед. Как же устала земля под твоими ногами и когда же это все закончится. Хотя на самом деле это всего лишь графика того времени. Но больше она не будет тебя тревожить. Ведь ты начнешь читать между строк и увидишь некие скрытые слова и послания мира Dark Souls, адресованные лично тебе. И это потрясающе. Ведь не все могут быть столь внимательны и не у многих возникает желание взглянуть за кулисы и увидеть этот мир не таким уж и быстрым, с большим количеством мобов и боссов, а скорее абсолютно пустым и обезоруженным. Таким, какой он есть. С его шрамами и сломанными мечами, старыми доспехами и еле-еле державшимся на ногах, дабы не упасть окончательно. Однако он может преобразиться, придать свои идеалы, цели и устремления и смириться со своим поражением. Ведь пришла новая эра, эра тьмы. И она даст этому миру покой и сон, который он так долго заслуживал. И ты, о старый бренный мир, сможешь отдохнуть. Ведь ты так устал и тебе пора бы сбросить этот груз со своих плеч и просто довериться новому сильному и темному миру, который сохранит твои тайны и укроет их от ненужных глаз. Дарк Соулс сильно испортила мне жизнь, ведь после соус-лайк игр любые другие мобы и боссы в них не имеют для меня никакой ценности. На полном серьезе я могу воспринимать только боссов соус-лайк и, как вы уже понимаете, это минус, нежели плюс. И вместе с тем, как вы думаете, почему же так произошло? Ответ очень прост. Любая игра из серии именно Дарк Соулс, а также Элден Рин и Бладборн научат вас играть. Эти проекты заточены под ваше внимание и поиск решений. Пока вы заучиваете тайминги, сможете выработать в себе реакцию. А если вы любите тяжелые доспехи и режим танка, то вы научитесь терпению. Если вы тактик и дальник, то вам подойдут маги, странник и бандит. Нищий для старта – это не очень хорошая идея, однако если вы рисковый и фартовый, то почему нет? Здесь вы научитесь сразу всему. Именно боссы и мобы из ниоткуда станут для вас самым мерзким испытанием. Но после того, как вы интуитивно начнете видеть удары и взмах руки заранее, вы сможете убить любого босса в любой игре. Конечно же, есть уровни сложностей и на высоких уровнях в других играх могут быть проблемы, но сами удары, взмахи и приемы почти во всех играх не соус лайк абсолютно примитивны, а где-то и до жути банальны и медлительны. Вы с легкостью научитесь отбиваться от всех и каждого и невольно станете вспоминать бои с Салливаном или Медиром или Фридой или Смоугом и Арштейном, в зависимости от того, на ком вы застряли. Базовые геймплейные навыки позволят вам проще относиться к другим играм и не делать из них в своей голове что-то невероятное. С одной стороны, это прекрасно, а с другой стороны, вы больше никогда не сможете взглянуть на других боссов, как на произведения искусства, ведь в какой-то степени мы с вами избалованы и немного кастрированы благодаря From Software. Несмотря на то, что здесь нет как таковой настоящей истории и мы не можем в полной мере перенести все события на реальную жизнь дословно, это не значит, что мы не можем увидеть последствия нанесенными теми или иными персонажами. Неужели мы не можем понять Соллера, который пытается спасти хотя бы капельку этого давно уже умирающего мира? Или же мы не можем по-человечески посочувствовать Сигварту из Катарины, когда он смотрит на своего старого друга, а его больше нет? На тебя смотрят абсолютно пустые глаза, которые не умеют ни сочувствовать, ни сопереживать и в них больше нет жизни. Ты будто чувствуешь злобу, которая закипает от мысли, что твоим другом воспользовались, хотя он мог бы покоиться с миром и теперь тебе придется сразиться с ним, дабы освободить от мук и присоединиться к нему в другом, более светлом мире. Так же, как и Гвиндолин нес тяжелое время, принцесса Филианора спит вечным сном и охраняет некую тайну, хотя яйцо, которое она охраняет, уже треснуло. И мы понимаем, что даже положив все силы и себя на плаху, ничто не вечно и новая эра все-таки не сможет скрыть все тайны, а некоторым суждено открыться. Яйцо, на которое облокачивается принцесса, это не совсем выдуманная вещь. Это отсылка к аниме 1985 года под названием Яйцо Ангела. Почему именно они, дети Гвина, поступали так? Возможно, из-за любви к миру, возможно, из-за любви к отцу, а может, они просто не могли поступить по-другому и Dark Souls научит вас вытаскивать из себя все глубокие чувства, которые у вас только есть и научит вас по-настоящему испытывать их. Ведь в реальной жизни мы чаще всего не отдаем должное внимание своим собственным чувствам. Но в игре, в игре мы можем дать выплеск всему накопившемуся без зазрения и почувствовать себя свободными. Благодаря музыке, благодаря атмосфере, благодаря персонажам мы можем снять с себя скорлупу, в которую сами залезли, и по-настоящему прожить депрессию, меланхолию, приятную грусть, горение, злость, ярость, агрессию и, наконец, понять, что Dark Souls, как и любая другая игра, может себя чему-то научить.